Здравствуйте, друзья! В рамках международного кинофестиваля «Святой Владимир» зрителям был представлен короткометражный художественный фильм под названием «Пульт личности», главной роли в котором сыграли севастопольские актеры. Про подробнее об этой работе и не только о ней сегодня в нашей студии расскажет автор картины, российский режиссер, сценарист, продюсер, драматург Виталий Павлов. Виталий Викторович, здравствуйте! Рады встрече с вами, о фильме обязательно поговорим сегодня, но вначале хотелось бы спросить у вас вот, о чем вы довольно часто бываете в Крыму, в Севастополе? Ваша жизнь определенным образом, можно сказать, уже связана с нашей землей, чем она вас привлекает? Ну, моя жизнь была связана с этой землей до того момента, когда я уехал в Москву. Я вообще прожил какую-то часть большую своей жизни в Симферополе, скажем так, страшно сказать, с 1957 года по 1988. Я был крымчанином, симферопольцем. То есть это ваша родная земля, тем, собственно, меня и привлекли? Да, практически, да. Это моя родина. Я считаю Крым своей родиной малой. Хотя я родился в Херсоне, но там очень мало жил. Вот. Поэтому это моя родина. Я уехал. Когда я стал сюда приезжать, когда это была Украина, честно говоря, я себя чувствовал не очень так вот комфортно, потому что, когда ты выходил из самолета и тебя, значит, граница, таможня, я думаю, надо же, я еду к себе на родину. Вот меня тут шмонают, как пел Высоцкий, вот какого-то шпиона. И смотрели как-то не по-доброму, честно говоря. Хотя мама жила у меня в Симферополе. Вот пока мама жила, я приезжал, потом мама не стала. И я до 2014 года, в 2014 году вдруг несколько фильмов мне предложили снимать в Крыму. Ну, вначале один был проект, потом второй был проект. А потом, когда произошла Крымская весна, значит, и вдруг появились люди, которые... Я когда приезжал, как бы я даже говорил, что Крым для меня умер. Вот я так... Потому что не было знакомых, не видел друзей. И вот после 2014 года вдруг выползли старые друзья, какие-то знакомые, и все это вернулось к моей радости огромной. Поэтому... А вот я уже не помню, наверное, года 4-5 я уже севастополец наполовину. Я живу в Севастополе и в Москве, делю жизнь между этими двумя прекрасными городами. Давайте обратимся к короткометражному фильму, который вышел, в котором принимают участие только севастопольские актеры, только наши актеры. Фильм называется, еще раз напомню нашим зрителям, «Пульт личности». Такое юмористическое название. С юмористическим уклоном это комедия или все-таки есть какие-то другие... Ну, здесь комедия, это совсем не комедия. Вообще, конечно, о кино, вот рассказывать кино, это неблагодарное кино, спектакль. Мы не будем пересказывать о чем фильме, подробности сюжетам, тем не менее. Это скорее, это не юмористический пульт, это такой, конечно, каламбур, что тут говорить. Ну, речь идет о том, что человек заигрался в виртуальной жизни, заигрался с ней, и в какой-то момент понял, что все-таки реальная жизнь, она важнее. Вчера, кстати, была одна дама, молодая женщина. На показе фильма. Да, и вот я слышал, она после фильма давала интервью, и она сказала очень точные слова, что вот смотришь этот фильм и понимаешь, что пора жить реальной жизнью, смотреть друг в другу в глаза, общаться с друзьями. Вот она сформулировала очень четко, что я хотел сказать в этом фильме. Ну, а то, что севастопольцы я последнее время, практически все время снимал в Крыму, дело в том, что мы, по-моему, в 2015 году с Михаилом Пореченковым здесь организовали студию Крымкино. И вот на этой студии я снял два полнометражных фильма, снимал тоже их и в Севастополе, и в Симферополе. Первый назывался «Чудо в Крыму», второй назывался «Все в дыму, любовь в Крыму», такая трилогия. И у меня остался еще не снятый сценарий, который называется «Крым, рай, искушение Евы». Вот когда я сниму этот фильм, это будет законченная трилогия о Крыме, вот, любви. Севастопольские актеры тоже будут принимать участие? Обязательно, обязательно. Дело в том, что вот я когда стал здесь снимать, и стали проводить кастинги здесь, я увидел, как много в Севастополе прекрасных, настоящих актеров. И мы с ними познакомились когда-то, и я во всех своих работах, в общем, стараюсь задействовать именно севастопольских актеров. Легко могу назвать их имена. Да, в пульте личности главную роль играет Илья Домбровский, актер, которого любят наши зрители очень. И Людмила Заплатникова из театра, как он называется? Театра Луночарского. Луночарского, совершенно верно. Вот я снимал часто Татьяну Бурнакину, тоже известная, значит, Борис Талах. Прекрасный актер, просто прекрасный, тонкий такой. Вот я вчера говорил на вечере, что он первый раз у меня в маленьком эпизодике снимался. И вот он играл, там какой-то был бандитский сериал, как всегда. И вот, значит, он играл адвоката вот этих бандитов. И очень маленькая роль. И вот он как-то сумел своим взглядом запуганным просто показать вот эти всем взаимоотношения. От меня этот взгляд не ускользнул. Я сразу понял, насколько человек понимает, что он играет и прекрасно может это сделать. С тех пор, вот я, как есть возможность, ну, не во всех сценариях есть роли для этих актеров. Но если только роль есть, я обязательно приглашаю их без всяких проб, потому что я в них уверен. Ну, да простят меня те, кого я не назвал. Ну, что говорить, как правило, наших актеров, актеров не столичных, актеров не столь известных широкой публике, приглашают, как правило, на второстепенные роли эпизоды. Ну, хотя есть исключения, собственно говоря, и наши актеры бывало играли. Ну, какая-то актриса вот здесь молодая, она снялась в каком-то большом сериале, я не помню ее фамилию, она какую-то там девушку играла, севастопольская. Нет, вот в фильме «Все в дыму, любовь к Крыму» и Борис играет большую роль, и Татьяна играет большую роль. Вот она вчера об этом говорила, не какой-то маленький эпизодик. А потом я еще хочу сказать, там Ирина Пегова снималась, и она мне сказала, какие ребята прекрасные. Вот, там еще Максим Шпаковский, Виктория Шпаковская снималась, Гена Яковлев. Вот, Гена там сыграл замечательную роль, он сейчас, по-моему, не в театре, но был в театре, он очень часто снимается. Флота театрами Бориса Лавренева, нынешние актеры, актеры, которые играли там, но сейчас уже не выходят на эту сцену. Вот он там играет такого бандита, откинувшись, который пишет блатные песни. Он прекрасно справился с этой ролью. Вот Ира как раз сказала, какие ребята замечательные. А артисты, вот эти столичные, они же, знаете, с гонором, на них не угодишь. А тут они оценили все, что это очень хорошие партнеры. Я такие, ну что самое главное? Партнерство. Когда актер играет сам, так, в кадре существует, конечно, это раздражает там, или не замечает. Я вот, например, в Америке работал и ставил там пьесу свою. И у меня был один актер, который был членом профсоюза актерского, большого американского, голливудский актер. Остальные были муниципальные. Так вот этот голливудский актер с этими муниципальными, он даже не здоровался. Понимаете? Я не знал этого, а они мне сказали, он же с нами даже не здоровается. Вот. Ну, у нас такого нет, конечно. Но, в принципе, такое вот проявление вот такого вот высокомерия иногда случается. Вы режиссер сериалов, режиссер фильмов, вы драматург, у вас большое количество замечательных работ, о которых мы обязательно поговорим еще сегодня, немного позднее. Но вот что касается короткометражки, почему именно короткометражный фильм, как вообще возникла эта идея? Ну, сейчас я вам легко и объясню, потому что кино – это первое, что в кино. Там все говорят сценарий главный, а я хочу сказать, что деньги главные сейчас. Потому что без денег ты ничего не сделаешь. Нет денег – нет кино. И там сейчас какие-то огромные деньги, ну, я могу снимать и за небольшие деньги. Здесь я понимал, что короткометражку я смогу найти деньги на короткометражку. И, к счастью, Владимир Владимирович Пескайкин меня познакомил со своим другом, с предпринимателем севастопольским, Виталием Орловым. И мы там говорили о другой работе немножко, у меня была идея снять такой короткий метр, патриотический, красивый такой День Победы. Но он дороже, в общем, оказался. И ему понравилась идея, он хотел поучаствовать в создании фильма. Естественно, на большой фильм он вряд ли потянул бы. Поэтому возникла идея снять короткометражное кино, которое не требует больших денег, затрат. И у меня, к счастью, были несколько историй, написанных уже. И вот я предложил эту историю, и мы ее сняли. А зрители, конечно, заинтересуются, где можно посмотреть. Есть в свободном доступе в интернете? Пока нет, но будет. Мы сейчас выложим. Просто пока были фестивали. Дело в том, что вот этот фильм отметили уже на двух фестивалях за такое короткое время. Во-первых, в Симферополе проходил фестиваль «Крымский взгляд», что ли, назывался. Там мы получили диплом директора фестиваля. И еще я отправлял этот фильм во Владивосток, на фестиваль «Меридианы Тифила». И оттуда тоже пришли два приза нам. Один очень красивый, его можно было бы даже показать. Это приз, который там делают в Японии. Очень красивая звезда такая морская, на гребне волны. И Виталий прислали благодарность к человеку, который поддерживает кино. Так что вот за короткое время, за такую короткую историю мы уже получили несколько призов. Отвлечемся от этого фильма. И обязательно стоит сказать, напомнить нашим зрителям о том, что вы режиссер двух сериалов, которые наверняка известны очень многим, и они пользовались большим успехом. Это сериал «Галина» о судьбе Галины Брежневой. И сериал «Зоя» об актрисе Зои Федоровой. Какие такие неординарные судьбы, трагические судьбы женщин, которых знал весь Советский Союз, чем они вас привлекли? Вы знаете, я не хотел снимать ни про одну, ни про другую женщину. Это был в каком-то смысле для меня заказ социальный. Там продюсер был Алексей Пиманов, и в одном, и в другом случае. И он сказал, что давай сделаем фильм про Галину Брежневой. Никак не хотел я этого делать, но потом согласился. И когда нашел ход, в центре лежит судьба, конечно, Галины Брежневой. Но идея была о том, что нельзя торговать жизнью человека, любого, а тем более знаменитого человека. И вот там эта идея заложена, и она прослеживается в этом фильме. Когда я нашел для себя вот такой ход, он мне был интересен. И я мог показать и жизнь Галину Брежневой, насколько я ее изучил. А встречался я со многими людьми. Кстати, о ней никто плохого слова не сказал. Более того, я там даже встретился, ну, как мне его представили, что последний любовник ее. Ну, он не был любовником, но, тем не менее, значит, у них были какие-то дружеские отношения. Он был директором парикмахерской, где она, значит, делала прически. Вот. Оказался замечательный человек. И когда он пришел на съемки, я сказал, хотите сняться в роли себя, грубо говоря. Но там нет эпизода этого. А в массовке он был. И мы снимали эпизод свадьбы Галины, когда она выходила замуж за Игоря Кио. И вот он был, значит, на этой свадьбе. И я видел его глаза, это можно даже увидеть в фильме, они полны слез. Он когда увидел Люси Нильскую, которая очень была похожа на молодую. Блестяще сыграла. Вот у него слезы на глазах. А потом, значит, мы еще снимали эпизод в Сочи. Значит, тоже он там, ну, снимали в Москве, но эпизод как бы в гастроли в Сочи. И вот он тоже сидел. И он, видимо, испытал такие чувства, которые невозможно описать. Как бы машина времени для него была. Он рот не мог открыть. Я просто как бы наблюдал за ним. Ну, и на монтаже это видно. Это было потрясающе. Второй был тоже у меня там участник в этом фильме. Ее сын приемный. Значит, когда мы снимали эпизод там в цирке, вот, он пришел и там попытался устроить скандал. Как же так? Значит, кто вам разрешил снимать? А он был косвенно виноват вот в известных таких кадрах английского телевидения. Там, где Галина Леонидовна танцует на столе пьяная. И до сих пор можно найти в интернете. Все время показывают. Скандальные кадры. Да. И вот, значит, он пришел, значит, пытался. Я говорю, вы напрасно тут. Во-первых, это не запрещено. Это литературное произведение. Мы же не говорим, что это документальная история. Хотя я не переврал, ничего не придумал. Я говорю, хотите, снимитесь. Себя сыграйте. Ему эта идея понравилась. И вот есть эпизод, где он приходит, там, с ней встречается, когда она уже пьет. Она там, по-моему, его не узнает. Я уже забыл, как это все. Ну, вот он, значит, тоже поучаствовал в этом фильме. Поэтому в этом фильме есть два реальных участника событий. Ну, Галина Леонидовна, можно сказать, она была знаменита по неволе. Потому что, если бы не отец, если бы была другая семья, ну, таких женщин, на самом деле, таких особых, очень-очень много. И никто. Ну, кремлевская принцесса. Что касается Зои Федорова, это все-таки кинозвезда. Да. Жизнь, которая оборвалась. Не хотел так же снимать. Потому что... Свой детектив, связанный с ее смертью. Мне сказали, значит, что давай теперь про Зою. Я говорю, ну, вот, на тебе, Галина, Зоя. Потом еще говорю, Маша будет. И была и Маша. После этого я еще снял сериал, два сезона «Маша в законе», кстати, который был очень успешный. И сейчас можно в интернете найти, там написано, что это самый рейтинговый фильм, не помню, там, 2017 года, не помню. Неожиданно так. Вот я вроде «нет, нет, а жизнь заставляет». Ну, Зои Федорова, конечно, судьба там интересная. И убийство не раскрыто. Поэтому там была... Меня заинтересовало, можно бы версию сделать свою, почему это произошло. Потому что все эти разговоры, бриллианты там и так далее. Ну, зачем убивать ее? Вот. Ну, сами истории с бриллиантами, я там пытался это понять. Так же, как Галину Леонидовну там пытались в чем-то там обвинить торговлей бриллиантами. И я когда с ее дочерью разговаривал, она говорила, зачем? Или вот ее мужа Чурбанова посадили за взятки. А эта дочка тоже говорит, ну, какие взятки? У них было все. Она говорит, вы понимаете? У них было все. Все, что они хотели, они могли получить. Какие взятки могут быть? Вот. И, значит, Зоя Федорова история абсолютно непонятная. Я предложил версию такую, что она стала свидетельницей чего-то такого. А следователь такой очень известный, Калиниченко, когда мы снимали какую-то документальную историю у Пиманова, я его вставил, кстати. Он там в последней серии просто говорит, что, значит, у Щелокова была какая-то команда, которая исполняла какие-то такие вот чекотливые поручения. Например, связанные там с картинами какими-то, ну, намекал на то, что они могли убить человека ради картин каких-то. А у нее, якобы, у Федоровой были картины передвижников, что ценилось. Никто не знает. Это все версии. Что якобы Нуреев там в этой был цепочке, то, сё. И вот, например, когда был там первый фильм после убийства Лещинский такой, Михаил Лещинский, журналист, он там разговаривает с ее двумя подругами. Одна говорит, что она была вся в бриллиантах усыпана, а вторая говорит, продавщица была в магазине «Весна», она говорит, да какие бриллианты? Это, говорит, цикляшки все, я ей сама доставала, но они в коробочках были. Поэтому, ну, как бы здесь правды не найти. Вот я выбрал версию, что она была, грубо говоря, убили ее за то, что она видела что-то. Вот и все. Потом, кстати, когда этот фильм, его довольно часто и до сих пор показывают, слова Калиниченко почему-то убирают. Звука нет. А в первом варианте, ну, и в интернете можно найти, где он рассказывает это. Поэтому я как бы не брал на себя вот такую ответственность придумать совсем что-то, чего не было. Я старался опираться на факты. Виталий Викторович, в завершении беседы традиционный вопрос о ваших планах, о том, что впереди, какие проекты, фильмы, сериалы. И мы, конечно, надеемся, что они будут связаны с Севастополем, с Крымом. Ну, сериалы не знаю, а вот с Виталием мы, значит, планируем, у меня уже есть сценарий, называется «Скрипка Страдивари», очередной короткий метр, в котором, я надеюсь, во-первых, который мы снимем, во-вторых, я надеюсь, что в нем снимется Володя Крючков, прекрасный, просто замечательный актер из театра Луначарского, и Оля Лукашевич. Вот я уже с ними встречался, они читали сценарий, им очень понравился. Вот Бог даст, значит, будут деньги, найдем эти деньги, значит, с Виталием, и, может быть, осенью или весной снимем этот короткий метр, и на следующем фестивале, надеюсь, его покажем. Это более-менее реально, все остальное, как получится. Спасибо вам огромное за то, что пришли сегодня к нам в студию, пусть Бог даст денег и возможностей для того, чтобы новый проект в Севастополе обязательно воплотился. Будем с нетерпением этого ждать. Вам, друзья, напомню, что сегодня гостем нашей студии был режиссер, сценарист, продюсер, драматург Виталий Павлов. Благодарим вас за внимание, всего доброго, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова